Господи, Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостью будь ко мне, Эшнум. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, я и Твою причисляю Твоей Матери и всех святых. Смилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Тебе, святому и святому Духу, и ныне всегда, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святый посетитель и немощи наши, имени Твоего Радия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Своей Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приявит царствие Твое, да будет воля Твое на земле, как на небе. Хлеб наш, насущий, дай мне себе день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И наведи на свое искушение, но избавь нас от лукавы. Ибо двое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Став после сна, мы преподаем, став антвоем влаги. И ангельскую песню возглашаем Тебе сильней. Свят, свят, свят ты, Боже. Помолить Вам, Богородицы, помилуй нас. Внезапно придется уделяя одеяние каждого обнаружить, как страх и воспринят protected sonra. Свят, свят, свят ты, Боже. Помолить Вам, Богородицы, помилуй нас. И ныне всегда, и во веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна. Я благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпении Ты, Божий, не прогнилась на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззакона моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить Могущество Твое, и не просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои. Исполнять волю Твою, и открой устану ее, чтобы прославлять Тебя угловиданным сердцем, воспевать Святейшее Имя Твоего Отца и Сына, Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу, придите поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Что хвалишься злодейством сильной? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык Твой, как изощренная бритва. Он у тебя коварный. Ты любишь больше злого для добра, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, извинит тебя и стопит тебя из жилища твоего. И корень твой из земли живы. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ними, скажут. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, уплотнялся в злодействии своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповая на милых Богов, вовеки реков, вечно буду славить тебя за то, что ты собел, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими. Сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добра. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы убить, есть ли разумеющий и ищущий Бога. Все уклонились, сделались равными потреблями. Нет делающего добра, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ с Мой, как едят хлеб и не призывающие Бога? Так и боятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты посвидишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст силу нас спасение Израилу? Когда Бог возвратит пленение народа Своего, тогда возрадуется Иоанн, и возрассудится Израиль. Боже, именем Твоим спаси меня, и силу Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, в нем ли слова уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моих. Они не имеют Бога перед собой. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моих истины Твоей, истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославленное Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бедных на врагов моих, смотрел око моё. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. В нем ли в ней услышь меня. Я стянаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестиво. Ибо они возводят на меня беззаконие, в мире вражды тронет меня. Сердце мое крепеще к вовле, и смертный ужас и напарь на меня. Страх и крепость нашел на меня, и не видя собля меня. Я сказал, туда бы мне крылья, как в голове. Я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от них, и от гуды. Расстрои, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распыль в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяния и детствия посреди его, посреди его паду, в обман и ковадство. Не сходят с улицей он, ибо не враг поносит меня, это не принесли. Ненавистник мой величается надо мною, от него убрился бы, но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли истинные беседы и ходили вместе в дом Божий. Да найдет на них смерть, да зайдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди. Я же вас зову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять его, и я от него не слышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня. Ибо их много у меня, услышит Бог, и смирит их от века живущих, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, устают мягче масла, а в сердце их вражда. Слава их нижние идеи, но они суть обнаженные ничьи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их в рог погибели, кровожадные и коварные, не доживут тебя половины дней своих. А я на Тебя, Господи, управляю. Слава отцу и селему святому духу, и ныне всегда, и возить веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня от грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои достойные уста, и воспалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и вовите веков, аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, припадая к стопам Твоим, вызывая Тебе. Не дай мне уснуть от греховной смерти, но сжался надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне, я в Сынбире, в вешний день Христи Божий, и спаси меня. Влади-ка, человеколепче, став, после сна я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения и спаси меня, и введи в Царство Твое вечно, ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и вовите веков, аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дам мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без попастья и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, а удостой мне присветить Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда, и вовите веков, аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных всяких плоти, на высотах небесных живущих и умирающих дол и земные, наблюдающих сердца и помыслы, и ясно ведающих тайны человеческие, Безначальный и вечный и неизменный свет, который не оставляет от именного места в своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наше, которое мы в настоящее время надеемся на обилие состраданий Твоего. Твори Тебе из нечистых уст и прости нам предрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольным и невольным, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь в дешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия, Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, «Когда обществу Лея придется славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими, сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где и пристальные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих, несказанную красоту лица Его, ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя распевает все творение в веке и вечное. Аминь. Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержимость мою, не дай возможности злому демону подчинить меня посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, пустившую всю мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем-то грешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения уразистского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молюсь за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил в меня рабом, достойный Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, обгони от меня, мичтожного и несчастного раба Твоего, умения, забвения, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые и хуйные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я ниш и слад, и избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна, от всех родов, и Твое пречестное имя славится в аминьке веков. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Андрей, Сергий, Елена, Татьяна, ибо мы скоро к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, Благословенна Ты между женами, и благословен площадь неба Твоего, ибо Ты родила, спаси Тебя душу. Пси, Господи, людей Твоих, и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилю отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи их. И силою Твою дару им здравия, и спасение души, ибо Ты благ, и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, и всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, дару им царствие и небесное. Со святими и покой, Христе, души рабов Твоих, право всех отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизни бесконечной. Слава Всему Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, молитву Али Пречистое Твои, Матери, и преподобным погоножникам отцов наших, и всех святых, помилуй нас, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегово, а воучи. Свят, свят, свят Господь в савроух. Вся земля полнослава Его, аллилуйя. Слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя, сохрани наше сокровище книги здесь от пути для пользы многих. Аллилуйя, добрый мой ангел-хранитель, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, ангел мой. Сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинясь смертный час, когда душа будет разнущаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, ведея навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель бедности. Имея пропитание, одежда быть благочестивым и довольным, никогда не роптать никому, не завидовать, но всю надежду возлагать на Тебя, Христе Божий наш, и не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святитель Христов Никола Мерликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые пророки Божии. Пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Ездранееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иосия, Илья, Гей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Иднафан, Даниил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Бодий день прихода Твоего нашего отшествия не засталось не готовым, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полном милее добрых дел, с соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. На дару Господь нам жаждет следовать священное писание, ибо они свидетельствуют о Тебе, а мы через них думаем весть жизнь вечную. Аллилуйя. Молите Бога о нас святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Полихарпс, Минский, Устин, Философ, Космай, Демиан, Андрей, Стратилат, Ерун, Мученик, Клемент, Тринский, Клемент, Анфирский, Анфимник, Амидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское семейство, Владимир, Иосиф, Борис и Глеб, Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял нащертания зверя Антихриста. Аллилуйя. Дай вверх, Доброя, Спаситель, Анфиму, Вениамину, Не дай им погибнуть, У старших родителей Такое ложное воспитание. Аллилуйя. Болите Бога о нас. Святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Валтаусов, Анаси Великий, Френ Севин Антоний, Макарь, Парь Антоний, Теодосий, Корнилий, Сергий Радонинский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Карашштадский, Ян Шанхайский, Кирилл, Мефоний, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет. Все перевозчики Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в Святой Православной Вере. Азама сверетиков ничто превратил, стыдил, страшил и развил. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святых жены и девок, о первомущеннице, Патина Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Престила и Атила, Андроника и Юника, Прияна Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие, следливости, женам и девам, и сохранив от всяческого поругания. И даром, Господи, послушание, исправь, не покорилась, Галина, семейство, Евгения, Надежда, 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 Святлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Галина и Иоанна. Спасибо, Господи, помилуй, митрополита Иллариона, епископа Ивтихи, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рия, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Васильевича, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбруйца, Владима, Зосима, Алип и Андрея, Владимира, Максима, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священческий, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, и нам, дай еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинствия, христианам, и сапари, благое церковь Владимира, Димитрия, Александра, Дональда, Рамзана Петра, Александра, Ардогена, Аман, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, научи насценить это мирное время, и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отсутствие, существовать тебя, аллилуйя, слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продыл и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить наши таланты, дарованное тобою, и для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас от всякого рода зла и греха, аллилуйя, благослови нас, Господи, и место сие, где мы собрались, всех заботящихся о нас, подзри на врагов, разруши их замыслы, и их духовное ослепление просвети, не дай им погибнуть в ожесточении, и примири их с нами, и с погодностью, и судный день не помяни их безумия, их лжи и плеветы, ибо не знают, что худо творят, благослови благодетели наших, воздаем добром, Ивана Анастасия, Максима Владимира, Евгения, Евгения Наталья, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сохрани нас, Господи, здесь и селение наше, от пожара, от воровок, от нечистой силы, живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, 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 Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, Михаила, прише добрых людей, здесь и меньше, сохрани школу, и помилуй нас, приготовь все необходимое для приема гостей, взрослых и детей, ваше добрых помощников, аллилуйя, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Невки, Куча, Виктор, Сергея, Селастьяна, любимый, ненолик, и вороший, пределы общие, побои всех на благовестие, дадим новая душа, посети болящий, дай силам все перенести, поши мы селения, твое облегчение, страдания Сергея, Александра, Александра, Анна, Павина, Антонина, Калерия, Мария, Мария Валентина, и знаешь, и все, Господи, простые твои безвизии, помоги, поддержи, да бы никто не возраптал, аллилуйя, и от пьянства, из Бави Павла, Михаила, Андерева, Владимира, Александра, Игоря, нас помилуй, милости твоей ради, аллилуйя, и наше сокровище, здесь сайт, форум, все, что здесь есть, для пользы многих людей, сохрани от владеющих, и трудящихся на нем, сохранив, и помилуй, обратить, Тимофея, Тимофея, Марселина, Александра, Гермина, спаси, помилуй, Димитрия, Марина, Щадо, Аллилуйя, Алексея, Орентина, Надежда, Димитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, отступника, Николая, Михаила, Надежда, им погибнуть, в ожесточении, обольщении, высокоумии, Аллилуйя, ибо никто не спасается вне церкви, нас помилуй, милости Твоя ради, наденься наше родство, и такими, Валентине, Ирину, Татьяну, Маркову, Мину, Ольги, Ирину, Марию, Татьяну, ибо, Господи, предстоящие бракососочетания, если угодно Тебя, Марка и Мария, Тебе, Господи, слава за все, Палаты, Белого сердца, с кем мы познакомились, кому возвестили Слово истины Твою, дневная милость Твоя к нам, за прошедший день и ночь, хвала Тебе, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, с Той любящим созданием Своё, да будет этот день прославлением Тебя, Твоих дел наших, Христе Боже наш, Аллилуйя, прими нашу молитву, в одеянии рук, как жертву вечерней, и благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас, обо благо нам, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о мир, спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, слушай, да слышит раб вы. Аминь. Доброе утро. Это неделя, неделя молчания, ученики должны были ожидать, чего они сами не знают, ожидать обречения силы, как, каким образом, вот это от вознесения, до дня святой пятидесятницы, и они заботились об этом, сидели, никуда не шли, а куда идти, силы нету, страха много, врагов больше глаз, ну вот нашел день пятидесятницы, народ собрался, и вдруг, шум, стали над ними смеяться, напились сладкого вина, глевкос, пишет, и вот этого сладкого вина хватило на две тысячи лет. Главное, враги были, это иудеи, парисеи, садукеи, все поднялись против. И где они, Бог все развеял. И вот все, немножко, то, что у нас относится к спасению, к молитве, я каждый день добавляю немного. Девятый пункт у нас, это приихой в притворе у нас, там висит церковная дисциплина, ее можно найти крестину православия в книге «Для Слову Божию нету», там все описано. И написано так, содержание священнослужителей должно быть только, слово только, большими буквами жирными. Единственное, через отдание каждым десятины со всех прибытков. Вот, ну, я никогда не думал, что вот так люди будут воевать. Разными словами говорит, это в Ветхом Завете было вновь. То есть, что, жадность, воровство он привык воровать, он не может из этого выйти. Он вор, закоренелый вор, притом не просто вор, тать, а свято-тать, святы не ворует Божья. Разница есть большая, своровать у бомжа у какого-то, или своровать у царя. Вот тут уже, златоуст говорит, большая разница. Если ты оскорбил просто-простолюди на какого-то сторожа, а другое дело, когда это касается императора. Кара. И Кара это такая, Господь угрожает вечным мужчинам. И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева. То есть, семян земли это все, что и лук посеял, там огурцы, помидоры, и от плодов дерева. Это и смородина, если за дерево считать, и кустарниковое, и яблоки, там груши. Все это принадлежит Господу. Десятина. Принадлежит Господу. Она не твое. Десятина. А я собрал. Но собрал больше, чтобы отдать. Это святыня Господня. Левит 27.30. Запомни где-то, запиши, когда будешь говорить, что Бог дал землю, дал деревья, дал тебе жизнь, дыхание, кровообращение, разум, руки, ноги. Это все Божье. Земля, воздух, солнце, дожди, все Божье. И почему, что не делишься, не отдаешь? Это десятина нам не принадлежит. Написано, это святыня Господня. Принадлежит Господу. Когда люди берут, так это Ветхом Завете. Ну, а теперь что изменилось-то? Что ты дерево сам сотворил? Или глаза себе сам вставил? В Ветхом Завете было. Но в Ветхом Завете, правильно, так другого и не было еще Завета. А сынам Левия, священство, вот я дал в удел десятины всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в Скинии собрания. Число 18-21. Да, тогда было так. А сейчас не за службу только, но за проповедь, то трудится в слове, распространение, сугубо написано, должны о них заботиться. А если он не сеет, то еще и не растет, я имею в виду духовное. И туда приносите все сожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши и возношения рук ваших. Вот интересно как. Приносите все сожжения, то есть свечки воровать не надо, а не догорает агарки там. Даже это можно понять, оно не все сгорает. Итак, обеты ваши, и главное возношение рук, это жертва. И добровольное приношение ваше. Как добровольное, когда обязан? Добровольно ты должен делать. И мирные жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. Второй законе 12.6. И начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять священникам в плодовое при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей левитам. А они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. Нееме 10.37. Садей отцов ваших, вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Савов. Люди такие простые вопросы задают. «А скажете вы, как нам обратиться?» Вопрос. «Как обратиться?» Сегодня любой скажет. «Ну, пришел в храм, а им говори, обратитесь как?» А он говорит, «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Как Бога? Где Бога? Я Бога не видал, не обкрадывал. «А вы обкрадывайте меня!» Вы скажете, значит, «Чем обкрадываем мы тебя?» Тебя с большой буквы. «Десятиною и приношением». Это разве в Ветхом Зайти только было? Кто это сказал? «Это моё, Бог говорит, моё!» То есть, это воры, разбойники, бандиты. И они устроили торговлю, Бог говорит, «Дом торговли». А когда десятина, если отдают, называется, а десятины, дом торговли? Нет. Но если десятину человек приносит, ни шума, ничего нету, то можно сказать, что это разбойники вертеп устроили? Нет. Где нет десятины, там торговля. Жить-то надо. А кто это сделал? Божественная десятина. Меня, меня, меня. Бог говорит, «Десятина Божья». Значит, устав Божий. И вместо Божьей десятины мамона залез. Всё подменяется, всё на двое, Сирахов говорит, «Огонь и вода, жизнь и смерть, благословение и проклятие, свет и тьма». То есть, всё на двое. И так и здесь, мы даже это ясно увидим. Десятина и мамона. Вот между ними теперь разговор идёт. Десятина – это святое. Это легко на душе. А ты сделай десятину, украсть её второй десятиной, до третьей, как Тавид 1.8, 6.8 пишет. «Чем мы обкрадываем тебя? Десятина и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня весь. А с пенсии платить не надо. Как не надо? Это заработок твой? От заработка? Пенсии. А материнский капитал? Материнского нет. То есть, надо ли понять, где труд твой заложен был? Труд. А это ребёнку принадлежит. Вот так. А вот студент, когда получает там стипендию, а тут уже сам смотри, как ты там работаешь, как учишься. Вот у нас было, мы говорили, студенты учились, когда сейчас студентов тоже нет у нас, то не хватает, сколько вы говорите. И мы, церковь, даже помочь вам, если вам родители не помогают. Десятиной и приношением вы обкрадываете меня. Десятина – это одно, а приношение – это ещё проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в домохранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Собов, хотя в этом. Ну а как Бога испытать? Вот, десятина и приношением. Понимаете? Всё, когда говоришь, к тебе обращается, «А вы платите?» Конечно. Я ей даже, не знаю, как бы я её брал, когда она мне не принадлежит. Я могу только передать. Только передать. Есть люди, которые платят две и три. Мы вот были в Иркутске, и там у еретиков ночевали, приехали за Евангелием. У них много Евангелий было, и говорились. И пресс-фитер с чем-то похож на нашего Игоря Глушкова. Они такие вот, такой добродушный, и уже ребятишки, вот-вот десятый класс, наверное, ходит, а с малым, она сидит на руках, и похоже, что опять она уже брюхатая, как у нас говорили. И он такой благодушный, всё, говорит, «А я плащу пять десятин всё время?» Сколько ты ему платит неизвестно? Пять! Я первый раз встретил у кого? У сектантов, еретиков. Я стал ему говорить, а дети там, где непослушные, это он всё принимает. Всё. Вот понимаете, его фамилия Кукушкин, Игорь. Кто-то, может, знает его. И вот, какое чудо Бог делает? Там мы приехали, приехали, надо взять, а остановить, это негде. Загрузить нашу Газель. Ну, сколько дадут там? Коробку две? Ну, и я не знаю, сколько он даст. Вот мы идём, а там так, у них подвал есть, а на первый этаж ступеньки поднимаются, а там там с первого этажа в подвал. А вам сколько надо? И вот он спрашивает, вам сколько надо? Сколько времени он ушёл на это? Я в это время размышляю, размышляю, ну, не больше секунды две. Я говорю, да мы много благовествуем, больше тридцати тысяч раздали только в окрестности нашей. И вот он дальше сам рассказывает. Что я ему говорил, я не помню. А он как раз, видимо, близкий к харизматам, как я понял его. Я не стал спрашивать, не люблю спрашивать, какой конфессии, динаминации, потому что этих слов нету, а надо спросить, какой ереси ты принадлежишь. А тут как-то ситуация такая, что как бы неудобно-то. И он говорит, когда в подвал спустились, а там свет включён, и всё с остальными коробками. Он обернулся на меня, и вдруг я гляжу у него глаза до того удивлён, он потом говорит, я всю жизнь искал пророков, любил, и впервые увидел живого пророка. Какого? Вы о ком говорите? Да, да какой я пророк, один порок. Я впервые увидел живого пророка. И он ко мне говорит, махнул рукой, забирайте хоть всё. Вот когда людям говоришь, они зазомбировали, как так? Он шёл ко мне спиной, был, я со спины зазомбировал его, пока спускались по ступеням, а ступени там, ну, не больше 20, и зазомбировал его, так он не православный. И что интересно, утром мы уезжаем, ехать нам далёко, и он решил нас покормить. Мы сели за стол, вот мы сидим за столом, это был Игорь Третьяков и Вадим. Да, кажется, это первый раз ещё были мы, да, наверное, первый раз, тогда нас было больше, 5 человек. А он стоит у стола и прислуживает, как Авраам. А я сижу там, уткнулся в чашку-то, а мне говорят, он стоял сзади нас в комнате, такой грузный, и перекрестился. Его никто не заставлял, не убеждал, но Бог. Вот как Бог, вот это миссия. А те, которые миссионерские отделы, они такое видели, знают? Да нет, конечно, они злобные дворкинские, ну, как говорится, дворовая свора, кидаются, оскорбляют, кусают и прочее, они ничего не знают, это враги Божьи. Самые главные враги в миссионерских отделах сегодня, разрушители православия. Они показывают лик православия тупого, безмозглого, бесталанного. Вот я рассказываю об одной только встрече. Мы загрузили, рессоры в другом направлении прогибаются. Берите, да некуда, мы бы взяли еще, правду взяли. А потом мы тут раздаем, к нам люди приезжают. И нащадки из молотого хлеба нашего, и приношения наших, и плодов от всякого дерева. Ниеме 10,37. Со дней отцов ваших в отступили, вот когда они стали платить десятину. Малахия 3,8. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстие небесное, и не залью ли на вас благословение до избытка. Не надо понимать, что отверстие, буквально, это означает, милость Божия безгранична, не ограничивается, не закрыто. Так я давал. Ну, ты дал десятину, а я тебе дам сто десятин. Вот. Чтобы это понять, тут поймет, кто с самой вчера ездил. Мы потеряли человека, который помогал всегда, это в другом городе, или где, даже не знаю, мы по почте отправляли, я запрос сделал, каждый год помогали они, не на один рубль. Помогали очень хорошо, для детского лагеря. Раньше я где-то ходил, искал, а теперь нигде не искал. Только дам знак, и сразу идут. А тут две с половиной недели прошло, как я послал, ничего нет. Оказывается, я послал в пейджмейкере, на бланке. А у них это не открывается программа. Не открывается, или вообще нельзя, нету. И вот они сейчас, когда поедете, когда выезжаете, уже на следующей неделе могут привезти продукты. Это мука. Мука это не мешок. Не мешок. Я записал, 12 мешков по 50 килограмм. Представьте себе, высшего сорта муки, сами пищем. Масло растительное, немножко там, 100 с лишним литров. Сразу говорят, сахара нет. Один раз так же было, сахара нет. И приезжает машина, а это для вас, я говорю, что такое? Мед привезли. По 48 литров, 4 фляги. И с флягами так и отдали. Я говорю, вы ошиблись, наверное, нет, это вам. Да нет, это не может быть. Понимаете, мед 4 фляги. Ну берите, берите. И главное, запломбировано они уже, нельзя открыть даже. Как Бог делает, когда десятину платишь? А когда ты платишь не десятину, а больше, то Бог тебе и дает больше. Я рассказываю не про кого-то, а про себя. Я хвалюсь милостью Божьей, благодатью Божьей. О том, что достоверного, так как Господь, говорит, не откроили небесных хранилищ. Нам нужна иногда бывает целлофановая пленка, полиэтиленовая. Ну, я пошел в одной организации, узнал, где есть. Но я написал, сколько надо. Ну, я написал примерно 12 квадратных метров. Ну, какая-то там 12 квадратных метров. Написано, я подал, и вот они выносят рулоны. Вы видели рулоны? Рулон, наверное, метра около 2. Ну, может быть, ну, полтора или два, я не знаю. Во всяком случае, выше моего роста, кажется. А одному не поднять. Это рулоны. Выносят один рулон, второй, третий. Оказывается, возил меня Николай Пальгоев. Я говорю, а что это такое? Ну, вам? Да нет. Я говорю, я метры квадратные. Берите, это начальник сказал. Первый раз его вижу. Первый. Что, зазомбировал его? Я зашел и вышел из кабинета. Он только дал указания и черкнул бумажку на склады. А грузчики несут. Один, два, три. У нас машина уже нести не может. Берите, берите. Я потом всю деревню буду снабжать по сегодняшний день. Проходит какое-то время. Мы уехали. говорится, чары сняты с них было. И мне звонят и говорят, мы тут ошиблись. Вот эти рулоны-то вам отдали, а начальник-то говорил только метры. Я говорю, ну, я же говорил вам. Теперь везти нечем. Приезжайте, забирайте. Да нет, он сказал, ладно уж, раз так, пусть будет так. Вот, один из случаев я рассказываю, как это может быть? И так, да. Да, так. Я прошу, мне нужна овсянка. Я пишу, 50 килограмм, примерно, требуется, овсяная каша, то другое. Я обращаюсь к депутату местному, алтайскому. я не знаю, в какой он думу там избран был, законодатель собрания, он от летного училища, Макаров, полковник. Я все это, я ничего не знаю, но у него-то ничего нету, я искал ходатайство. И вдруг приходит машина, кто слушает меня, слушайте, другим расскажете. И привозит документы, проверенные, сертификаты, 5 тонн. Теперь узнайте, во сколько раз больше? 50 килограмм просил, 505 тысяч, в 100 раз больше. В 100. Так я уж там не знаю, кому только не отдавал, ну куда такое, даже разгружать некуда. Я говорю, вы, наверное, ошиблись, да берите, какой ошиблись-то. Полковник сказал, чтобы так. Вот как. Мне нужна палатка была, или две. Палатки огромные, танки прикрывают, когда везут, они их на платформах. А тогда был здесь в Сибири, в Сибирский округ, генерал-полковник Пьянков Борис, я сейчас даже не знаю, он пострадал от этого пуччи, в 91-м году, когда был пуччи, и он там как-то за участием был, его вроде бы сняли. Я ему написал, и он оттуда присылает специально военная машина, как Студебекер, и палатки их по одному не поднять. У меня одна осталась сейчас, кажется, целая, одна или даже две. Вот как. Я говорю, а он написал три. Третьей нету, видимо, они где-то ее сбагрили, продали дорогой, или что. Вот как Бог делает, когда платишь десятину. Десятину? Я рассказываю, как Бог дает Евангелие при избытке. Рассказываю обо всем. Обо всем. Вообразите, что у меня минимальная пенсия, но я плащу десятину. Как только январь месяц наступает, я посчитаю 6523 рубля. Это получается 6000, так, итого где-то 7500 десятина. Я тут же в первый месяц января отдаю батюшке, а батюшка родной мой брат, отец Аким. Он несравненно достаточно живет. У него овечки, подсобная хозяйство. А сколько овечек? Да кто их считал? Бывает 100. Жена сотрудничает, она агроном, главный агроном там была, природный агроном, можно сказать так. У нее садит огорода 4 сейчас. Везде, как трактор работает. Отдыхает, церковь приходит, села и спит. Вот, и она интересно, сотрудничает с каким-то институтом здесь, сельскохозяйством, с отделом там селекции, что-то там задание дают. То есть, у него заработки. А меня это не касается. У него переработка. И десятину то батюшке отдают. И мне, мне ни рубля никто не отдает. Но если так разобраться, то мне больше дают. Вы сами где-то хотите узнать, сколько стоит издать книги? Вот у меня стихи издать. В книге уже все сверстано. 4 тома по 800 страниц. Я пошел тысячу экземпляров. Сегодня это заваливает за 2 миллиона. Тысяча экземпляров всего, 4 тома. У меня изданы их 38 в бумажном варианте. И некоторые переизданы не по тысяче уже, а по 3 тысячи экземпляров. Это сколько же? Речь идет о миллионах. А откуда? Знать не знаю. Денег нету. Как только выкупать? Кто-то звонит, а вы нуждаетесь в деньгах? Мне выкупать книгу надо. Уже все. Уже она вышла. И на дом привезут. Ниги. Так и я потом эти книги развез по всей Европе и Азии. От Владивостока до Лиссабона. Дарил и дарил и дарил. Примерно 90% может чуть поменьше только пошли на подарки к Ниге. Я не воспользовался. А сейчас по мелочи там что-то продаю где-то и все эти деньги идут куда? Да вот на детей на разное все. Ни одного рубля ко мне не попало никуда. Почему Бог? Я хвалюсь Богом моим. Как Он сделал это все? Не залью ли я для вас благословения до избытка. Малахи 3.8. Житие святого Николая Касаткина говорится. Бог не дал иных средств священникам кроме добровольных пожертвований. Это в кавычки взято. Николай Японский это Касаткин просветитель Японии. Бог не дал иных средств священникам кроме добровольных пожертвований. Добровольных десятина это добровольно отдаешь? А нет сколько может? Нет сколько можешь ты сверх десятины. И дальше ибо говорю вам если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев то так а я верю не войдете я верю что ты умер за меня кровь пролил страданием на кресте меня ты искупил не войдете Матфея 5.20 Луха 18.12 при всяком даре имей лицо веселое и в радости посвящай десятину Серахов 35.8 в радость и когда десятину дома где-то хранишь то радуйся дом твой защищен у тебя есть деньги ты не в банке храни а здесь рядом злотвод положи твои деньги ангел охраняет и твои десятину и рядом твои деньги сохранит и в радости посвящай десятину не упирайся не просто отдавай вот там попы навязались на меня в радости посвящай десятину кавычки открыты повелеваем епископу иметь власть над церковным имением имуществом если драгоценные человеческие души ему верены быть должны то насколько важнее заповедать о деньгах чтобы он всем распоряжался по своей власти и требующим через пресвитеров и диаконов подавал со страхом божьим и со всяким благоговением также если необходимо и сам заимствовал на необходимые нужды своей и странно приемлемых посещающих братьев чтобы они не терпели недостатка ни в каком отношении то есть он раздоятель ибо закон божий постановил чтобы служащие алтарю от алтаря питались так же как и воин никогда не поднимает оружие на врага для своего пропитания видите как и воин никогда не поднимет оружие на врага для своего пропитания то есть оно должно идти без всякой войны где это написано апостольское правило 41 апостольское ну понятно еретики там против еще спрашивают с них они изверги враги божьи под анафемой а ты то зачем это делаешь даже адвентисты седьмого дня знают десятину так называемые свидетели уговы знают а православные не знают наши уехали в Грецию там батюшки подходит сестра наша и отдает а он не берет а что это такое он говорит десятина батюшка а у нее детей там пятеро кажется несмотря на это она отдает умница и главное согласно с мужем одинаково а кто это такие ну плотникова Дмитрий Устинович и Марина Демосфеновна Вася вот сейчас был он закончил медицинский университет приехал там отслужил в армии в Греции а на коем щуде фамилия ее я называю не боюсь почему потому что мы друзья большие как мы были заезжали как встречали провожали они не скажут не высказать кавычки открыто в армянской стране как мы ведаем ведали бывает и сие что некоторые сварив счастье мяса внутри священных алтарей приносят счастье и разделяясь священникам по иудейскому обычаю посему соблюдающий стату церкви определяем да не будет позволено никому из священников отделенное счастье мяса от приносящих принимать но тем до довольствия сани что захочет дать приносящие и такое приношение добывает вне церкви если же кто не так это делает да будет отлучен 6-й вселенский собор правила 9 и 99 но я думаю на сегодня пока хватит чтобы молитва была услышана это для того и считаю молитва была услышана надо поклотить десятину кормить священство и проще я показал это на практике не до конца если Бог позволит то завтра еще будет и сейчас я сразу буду вас отпущать кто был и события дня очень интересно вчера события были вот я сейчас посмотрю как у меня здесь отключаю